Всем привет! Мы как будто бы сговорили, вчера вышло ролик у капитана пёсика про этого героя И хорошо, что я увидел его ролик до того, как сел монтировать свой ролик Я постараюсь свести к минимуму повторы Пёсик хорошо раскрыл тему арены Я поведу её в другие места И покажу, как она раскрывается там Поехали! Тёмная Элейн, эпический герой, типа атака из Орды Нежити Первый навык Мертвящий удар Атака по врагу сокращает максимальное здоровье цели на 30% нанесённого урона Урон у нас зависит от атаки Вообще механика сокращения максимального здоровья цели на какой-то нанесённый урон мало где используется Вообще в игре есть сет, который позволяет любому герою делать подобное Давайте посмотрим, как сильно она у нас умеет бить Формула урона 3,1 умноженная на атаку Атаки у неё 1365 Это вполне стандартное соотношение множителей урона Она может сильно бить Выкачиваем атаку, делаем крит шанс 100%, делаем большой крит урон На выходе получаем сильный удар Второй навык Могущество смерти Накладывает на себя бонус атаки 50% на 2 хода Затем атакует всех врагов С вероятностью 50% накладывает штраф скорости 30% на 2 хода Откат 4 хода с помощью книг можем сократить до 3 Также можем поднять вероятность 50% до 75% наложить штраф скорости Это хороший навык Делаем вывод, что тёмная элейн у нас относится к тем героям атаки Которые могут сами себя запустить на атаку И не требуют для этого наличия персонажа поддержки Смотрим формулу урона 3,8 умноженная на атаку Вот тут уже множителя зажали Как правило множитель 4, 4 с копейками у подобных навыков Нивелируется это тем, что она себя изначально запустит на атаку Таким образом там плюс-минус мы получим хороший урон И аж целых 2 пассивки есть у этого героя Первая пассивка Фатальная зима Когда кто-либо из команды получает заморозку Заполняет свою шкалу хода на 25% И активирует навык Могущество смерти Это у нас второй навык Очень крутая механика И удивительно, что эпика снабдили подобной пассивкой Потому что у нас очень много героев, которые кидают заморозку Поэтому эта пассивка будет срабатывать довольно-таки часто Видим, что у нее есть откат в один ход То есть она может сработать один раз Далее нам надо, чтобы Элейн походила Если у нас в бою в начале один игрок получает заморозку Элейн использует свою пассивку Но она еще не походила И потом получает второй герой заморозку Пассивка второй раз не сработает Теперь смотрим на вторую пассивку Ледяные вены Получая заморозку, мгновенно снимает ее И взамен накладывает на себя бонус крит шанса 30% Бонус крит урона 30% И усиление 15% А что еще можно желать нашему герою, который работает через атаку? Тут также у нас есть откат в один ход Выглядит очень имбово Чуть позже посмотрим, как это все работает на практике Сейчас переходим к параметрам героя базовым Здоровье дали аж 17 тысяч Для эпического героя атаки это от души Атака 1365 Это средний показатель, то есть это хорошо Защита 804 Это немного Но в пределах нормы Скорость 94 Также хорошо Крит урон нам дали 60% Это почти максимум, который можно получить на базе Сопротивление 30, меткость не дали Смотрим оценки Их всего лишь 48 Герой появился относительно недавно в игре Они средние выше среднего Просадка у нас в замке лавового рыцаря По вполне понятным причинам Там ценятся герои с мультиатакой на базовом навыке Элейн таковым персом не является И просадка в гнезде паучихи Тут классика жанра Она будет полезна примерно до 15 паучихи Где паучата еще не очень сильные И чем выше мы потом будем подниматься Полезность ее будет падать И также почему-то ей дали маленькую оценку Защита на арене Хотя как по мне она одинаково должна работать Как на атаку, так и на защиту Атака у нее 4.6 Кому-то в команду она явно не угодила И переходим к Элейн, которая у нас сегодня на обзоре 42.000 у нее сила А дело на нее 2 комплекта Жестокость и крит урон Далее смотрим по артефактам Сапоги на скорость Доспех атака Перчатки крит шанс По бижутерии Знамя на меткость Амулет крит урон Перстень атака Это вполне типичный шмот для персонажа атаки По книгам она у нас фуловая Слава богу на пассивке никакие книги не требуются И таланты выглядят у нас следующим образом Я любитель ВДМа Поэтому простите меня любители там Крушителя шлемов и тому подобного Выкачал ей ветку атаки И ветку защиты От теории переходим к практике Смотрим как же это все бьет на деле Первую волну сносим вторым навыком 42-43 былока урона Это у нас невозможное 12.6 Подсвету я здесь максимально комфортно Тут к сожалению у нас никто не морозит Значит с базой шазара дала на 20к Тут же 24 рядом приложила 38-34 22 секунды Компания пройдена В принципе фармить вполне можно И цифры урона у нас неплохие Ну и конечно же классика жанра от Филиппа Это зайти в логово дракона 20 уровень В целом она здесь очень сильно не раскроется Но так как я постоянно сюда хожу То есть дабы у нас была некая мера героев Будем сюда заходить Из полезного у нас тут просто что это персонаж атаки Она бьет наносит урон А сокращение вот этого максимального здоровья Здесь вообще ничего полезного не делает Но полезно еще делает ее второй навык Она вешает на противников дебаф На уменьшение скорости на 30% От этого наши противники начинают меньше ходить Соответственно наши меньше ляпасов получают Поэтому сильно прям долго задерживаться здесь я не вижу смысла Задержимся мы в тех местах Где у нее пассивка раскрывается И она начинает работать еще лучше Смотрим результаты 2.11 им понадобилось чтобы пройти Тут вполне классические герои Заргала миллион Но это все на волнах Аутар миллион Но это на драконе Темная элей 0.7 Элитный гвардеец 0.8 Почти 0.9 То есть на драконе ничего особенного Далее я погнал и к ледяному И на волнах там плюс-минус все было одинаково Ничего особенного Пошел я туда естественно и за босса И за миньона Потому что там механика сокращения максимального здоровья Отлично работает Если мы сократили максимальное здоровье миньоном Потом мы их убиваем Когда босс их воскрешает То у них уже не полное здоровье А вот это сокращенное Соответственно чтобы еще раз его убить Нам уже нужно меньше нанести ему урона Все вполне логично Я просто хотел убедиться в этом Но когда я уже туда дошел Я тут заметил Что у нас тут некая божина нарисовалась Буквально недавно я тестировал ротаса С подобной механикой И все отлично работало Тут все началось как положено Но потом почему-то у нас босс не ревайвил своих миньонов Буквально у меня пару часов тому назад было обновление И на телефоне и на доступ версии Я решил разобраться что же такое происходит Взял у себя телефон У меня самсунг а следовательно андроид Элейн у меня нет Но у меня есть рихтов Который также с базы умеет сокращать максимальное здоровье врага Вначале я туда дошел И у меня ничего не воспроизвелось На телефоне также босс ревайвил миньонов Но я заметил что рихтов намного меньше сокращает максимальное здоровье Нежели Элейн Потому что он в разы меньше бьет Он то у нас как бы помоечка до сих пор Тогда я решил взять с собой еще длинноборода Который будет массовой атакой заставлять рихтов отчаще бить И я взял еще тайрела Чтобы он кидал пробитие брони Таким образом в босса будет влетать больше урона И он будет больше сокращать максимальное здоровье И уже у себя на телефоне играя первый раз Он заревайвил миньонов А второй раз бой так сложился что рихтов больше бил И сократил сильнее ему это максимальное здоровье И он уже потом не поднимал Потом били 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 они били И после половины здоровья он еще раз воскресил своих И до конца боя уже тоже не воскрешал То есть явно видно что баг заключается в том Что когда у нас происходит максимальное здоровье И мы проскакиваем то значение Когда он должен был бы атаковать То ивчик явно не срабатывает И он не атакует Таким образом на данный момент времени у нас Илейн еще более имбовая чем могла бы быть На ледяном Поэтому кому актуален этот вопрос У кого есть подобный перс И в принципе мне что-то подсказывает Что если натянуть шмот который есть в игре Который любому герою позволяет сокращать максимальное здоровье Врага То можно примастырить свою команду так Что вы будете без труда проходить ледяного Пользуйтесь пока не пофиксили По итогу видим Тут они у меня умудрились даже новый рекорд поставить Однозначно Илейн на ледяном имба Даже если пофиксят этот баг И редкая но очень моя любимая рубрика Что будет если Хочу я выбивать зеленые баночки Но нет у меня сейчас героя Который может навесить баф на блок лечения Но очень хочется мне зеленые баночки И если Лейн у меня Который умеет сокращать максимальное здоровье цели Могу ли я таким образом Получить свою заветную баночку Смотрим Вывод Если у меня есть немного времечка Я могу получить свою баночку Ну ладно То все были шутки Теперь мы отправляемся в криптофракции Тут у нас полно волн на разных уровнях Где есть персы Которые кидают заморозку на наших И тут уже пассивки Наша темная Илейн Раскроется сполна Отправился я на 14 уровень Это второй босс Я тут знаю что на второй волне Есть персонажи которые кидают заморозку Поэтому приведем их в пример Вот у нас как раз Навесили заморозку Илейн походила своим вторым навыком Опять кидает заморозку И опять она ходит своим вторым навыком Дабы у нее сработала ее вторая пассивка Надо чтобы заморозку повесили на нее Я несколько раз сюда заходил Но что-то упорно не вешали заморозку на саму Илейн И тогда я думаю ничего страшного Мы сейчас пойдем на арену Найдем персонажа которые у нас умеют замораживать Как минимум это там или Тормин или Шеремайна Артефакты на заморозку точно так же действуют У нас ее подморозят Сразу наснимает с себя заморозку Работает вторая пассивка Ходит Раздает всем щей Но тут оказался косяк Это уже не первый человек У которого я беру аккаунт Который забил на арену Вот не интересно им ходить на арену Поэтому что мы должны понимать На арену ее стоит брать Если мы играем против героев Которые умеют замораживать На этом будем считать что арену я вам показал Если что к капитану песику Там он это хорошо показывает А я отправился в крипту фракцию Погулял немного по уровней И вот мы получили тот момент Когда на нее пытаются наложить заморозку И вот как она себя ведет Наконец-то в игре появился отличный герой Который контрит заморозку В заключение что хотелось бы сказать Герой очень удачный Как для эпического героя Так вообще имбалюта Это очень универсальный герой Широкого спектра Я прям буду ждать ее Однозначно рекомендую всем качать Надеюсь ни в коем случае Не вздумается разработчикам ее понерфить Хотя если так задуматься Тут и не к чему придраться Навыки ее крутые Отбирать то у нее их не будут А так чтобы она могла бить имбалансно Такого нет На этом у меня все Пока Пока